здравствуйте на портале экзогет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня замечательный короткий вопрос который наверное стоит перед многими нашими соотечественниками если я являюсь атеистом что ждет меня после смерти простой хороший вопрос я не являюсь атеистом и поэтому больше того я не являюсь человеком верующим в душе а я являюсь православным христианином и поэтому я верю и можно сказать знаю что после сердцем знаю ведаю как говорили бы наши предки что после смерти всех нас атеистов православных мусульман буддистов хочется дальше продолжать список неприличными словами ждет одно и то же нас ждет встреча с господом нашим иисусом христом всех нас ждет встреча с ним а вот как пройдет эта встреча это зависит от того как мы живем здесь и сейчас в нашей земной жизни для тех людей которые уверовали и уведали бога в этой земной жизни которые ждали встречи с богом после смерти особенно для тех кто говорил вслед за апостолом павлом и чувствовал для меня жизнь христос и смерть приобретения говорит апостол павел для тех встреча с богом будет радостной встречей апостол павел так об этом пишет я бы уже хотел разрешиться и быть с господом но оставаться в теле полезнее для вас вот для таких людей это будет давно ожидаемой встречей для тех людей которые в этой жизни веровали в бога но как сказали бы современные молодые люди накосячили достаточно это тоже будет встреча с богом на которой им будет стыдно когда они не просто радостно броситься в объятия возлюбленного иисуса будут стоять потупив глаза в пол и глядя на то как они воспользовались теми дарами которые дал им бог им будет стыдно но и этот стыд как верует церковь будет для них в радость представьте себе как происходит встреча известная всем нам и атеистам в том числе встреча отца и блудного сына когда сыну очень стыдно но любящий отец принимает его в свой дом дает ему перстень сапоги на ноги перстень на руку одевает в лучшие одежды и приказывает заколоть тельца у петенного для тех людей которые были атеистами ну прям вот настоящими атеистами эта встреча может проходить по-разному для кого-то это будет встреча слепого со светом когда знаете есть в интернете такие видео когда например я совсем недавно видел когда не слышащий никогда мальчик вдруг благодаря усилиям современной медицины современных технологий что-то там ему вживляют чуть ли не в мозг впервые слышат звуки и видеть лицо этого мальчика абсолютно радостно потрясенная вот такая может быть встреча даже и для атеиста она может выглядеть прямо так так это всегда был ты для кого-то это будет встреча ненависти так это всегда был ты для кого-то это будет отсутствие встречи потому что даже если у нас есть глаза мы всегда можем их закрыть и сказать а я ничего не вижу когда прекрасно описано в последней битве клайва льюиса в книге хроники нарнии последняя битва там есть замечательный образ гномов которые отказались чтобы это не было видеть сели в кружочек лицами внутрь и говорили гномы за гномов которые несмотря на то что вокруг них находилась чудесная страна продолжали видеть хлев ужас грязь и чьи духовные очи так и не открылись даже при той ситуации когда казалось бы уже невозможно их закрыть для тех же людей которые как каин после совершения своего убийства пошедшего на восток как говорит нам об этом священное писание что каин убив авеля и поговорив с богом пошел на восток то есть пошел на бога гордо подняв голову и хвост то я все равно против а баба яга против для тех к сожалению мы не можем отвергать существование подобного варианта для таких людей посмертная участь будет та самая ой озеро огненное червь неусыпаемый и огонь неугасаемый но не потому что злой и мстительный бог их туда вернет а потому что они сами изберут этот путь потому что они все равно будут против несмотря ни на что и для них согласиться с любовью бога будет хуже и мучительней чем отойти от него во тьму кромешную где будет плач и скрежет зубов вот но еще раз повторяю что для независимо нет нет того как как мы жили во что мы верили были ли мы добрыми или злыми совершали добрые ли худые дела нас всех ждет одно встреча с господом нашим иисусом христом ему же слава во веки аминь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и